Мы находимся в синагоге Гней Туран, там, где произошел ужасный погром, ужасный теракт. Здесь был Ям Кипур Катан. Как вы можете увидеть, как можете слышать, здесь всё продолжается. Отмывают стены от крови, каждую капельку крови хотят хоронить. Здесь был Ям Кипур Катан. Люди приходят сюда молиться. Здесь стало намного сильнее Туран и джерила, молитва. Ничто не сможет остановить это, несмотря на то, что это произошло. На самом деле, как бы все слова, которые хотелось сказать, как-то они здесь становятся карликовыми. Совершенно нет возможности выразить. Здесь мой учитель, оказывается, что его колер здесь. Туран Петрова и все мои друзья, как бы есть мой друг, с которым мы покажем ещё один отрывок. Он тоже живёт здесь, как бы всё очень близко. Всё произошло, так сказать, с людьми самих этих людей, к сожалению. Стал на лицо, я их всех помню, потому что они вместе участвовали на резании моего друга. И тогда, в общем, это всё очень-очень-очень. И что можно сказать, на самом деле? Да, что можно сказать в этой ситуации? Во-первых, понятно, что нужно каждому из нас стать немного лучше. Вы можете задать вопрос, но Ромен, вы всё время об этом говорите, как и про что. Всё равно всех не сдвинем. Так вот я, на самом деле, нашёл такой цифер Харайзи. В Харайзи написано, что если человек, один человек, начинает делать движение ко Всевышнему и становится немного лучше, это может спасти огромное количество людей, это может гнев Всевышнего от огромного количества людей отвести. Это нужно понимать, что как-то, 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 если весь народ считается одной душой. Так говорит Харайзи. Это как бы не все органы одного тела, и всякий раз, когда происходит несчастье с одним человеком, или когда один человек возвращается ко Всевышнему, это влияет, действует на всех людей. Действует на всех людей. Тут нужно сказать, как бы, с точки зрения, какой нужно сделать и что тут. То есть то, как мы должны постараться себя повести. Значит, Рав Фукс, Равин Рамото, постановил, что в этот шапах нужно, чтобы все люди, во всех миньянах, там, где есть скопление людей, были кто-то, кто были с открытыми телефонами. То есть телефоны включённые, остаться должны в кармане у некоторых людей, то можно принести их в синагогу. Такое постановление Рав Фукс. Раф Хайм Айгельс сказал, что все те, у кого есть оружие, можно ходить с оружием. В принципе, можно ходить с оружием для того, чтобы арабы знали, что мы вооружены. Так, по сакре, в шлом залу Нойерберг сказал, что оружие имеет сдерживающий фактор, поэтому оно считается разрешённым для ношения в шаббат, там, где есть и рух, тем более. И поэтому в Рамо, например, Рав Фукс сказал, что нужно быть с открытыми телефонами, чтобы не нужно было даже их включать, чтобы знали, что у нас есть телефоны, чтобы мы не отключены, чтобы можно было в любой момент позвонить в полицию. Теперь, с точки зрения оружия, тоже можно найти оружие, но это всё действие, которое нужно сделать для того, чтобы выполнить на физическом уровне то, что мы должны выполнить. Но, с точки зрения духовного уровня, ещё раз, каждый из нас может стать немного лучше, и любое движение одного человека спасает всех. Это то, что я нашёл в книге Харайдинг. Я сбиваюсь, не очень могу как-то говорить, все мысли, которые были бы тогда достаточно порядочные в голове, все взлетаются, я не знаю, с чем это связано. Он как-то вот такой вот немножко сумбурный, но, надеюсь, искренний урок. Спасибо вам большое. До свидания.